Музыка Мы, конечно, без этого современного взаимного понимания многие вещи упускаем и многие вещи неправильно трактуем. Для этого нам, прежде всего, конечно, очень важна такая идеологическая составляющая, которая включает в себя не только традиционные представления о Востоке, но и современные представления о Востоке, потому что мы, конечно, не можем ограничиться тем, что будем говорить о азербайджанах, что они мусульмане, шииты или что-нибудь. Они не только шииты, но еще и люди современные и живут совершенно современной жизнью. Например, я так полагаю, что мы с ними многие культурные проблемы начало новейшего времени проходили абсолютно на одинаковые уровни, потому что это так называемые джадиды, то есть люди нового поколения, обновленцы, как теперь модно говорить, они практически одновременно появляются у нас, в Башкирии, в Татарии, в Крыму, и одновременно это Баку, и они между собой находят очень тесные дружинские связи, хотя при этом представляют совершенно разные этносы и по-разному себя чувствуют в обстановке России. Так что мне кажется, что если мы сегодня будем настраивать людей, прежде всего не на знание политического строя этой страны, а на понимание логики духовного развития этой страны, то мы гораздо больше сможем узнать и понять, и гораздо лучше сотрудничать. Мне кажется, что все-таки вот этот большой опыт, который мы обрели, пытаясь наладить контакты между Азербайджаном и Арменией, ведь уникален. Никто другой, кроме нас, практически не берется каким-то образом мерить их. И как только получается какой-то конфликт, то все требуют, чтобы русские вмешались, потому что русские одинаково пользуются уважением и там, и одной стороны, и другой стороны. И это означает, что мы каким-то образом понимаем этих людей, логику их поведения, мысли этих людей. И поэтому для нас самая главная сегодня задача как раз увидеть этого человека во всем его многообразии, и его традиционную культуру, и современные мысли, и надежды на будущее. Вот то, что, конечно, довольно трудно поддается даже мне сегодня, потому что я все-таки человек, который большую часть времени прожил в разделе мира на две части. Сегодня нужно думать о том, что это уже пройдены этапы, что мы должны каким-то образом искать общую составляющую.